Всем привет! Всем привет! Сегодня вечер мы проводим с Настей. Настя с садика забрала. И мы решили с Настей заняться выпечкой. Решили что-нибудь к чаю вкусненькое спечь. У меня есть слоеное тесто. И мы сейчас этим тестом с Настей будем заниматься. Да? Будем? Печеньки будем делать. Ну пойдемте. Девочки, вот такое тесто есть у меня слоеное бездрожжевое. Я его достала только что с морозилки. Но и его нужно разморозить в комнатной температуре. Минут 15-20 оно полежит. Там два пласта. Ну мы сделаем один. То есть половина этого теста мы сделаем. Нам хватит этого. И при том, что будем пробовать что такое, что будем пробовать. Девочки, вот так выглядит замороженный пластик один. Я его положила на стол, чтобы оно размораживалось. Но я чуть-чуть посыплю муку. чтобы оно не прилипло к столу. И все. И ждем минут 15-20. Пока разморозится. Настя руки моет по всем правилам. Да, Настя? Как следует. Прям между пальчиками. Правильно. Потому что Настя будет сейчас тестом заниматься. Поэтому Настя моет руки как следует. И когда с улицы пришла, помыла. И сейчас как следует моет. Ну все, давай вымывай и смывай. Ну что, нравится тесто тебе раскатывать? Оно еще не разморозилось до конца, Настя. Оно еще внутри немножко заморожено. Ну давай чуть-чуть еще подождем. Настя не терпится. Какая молодец, девочка. Девочки, вообще в этом рецепте написано, что нужно тесто раскатать на где-то 0,5 мм. Ну вот в принципе, эти пласты, они ну чуть-чуть толще 0,5 мм. И в общем-то намного не раскатывается. Я смотрю на вот эту вот площадь. В общем-то тут смотрите. Оно уже довольно-таки тоненькое. Да? 0,5 мм. Вот. То есть у нас много одного пласта, много ничего не получится. Поэтому сейчас поставлю размораживать второй кусочек, чтобы уже у нас было достаточное количество вкусняшек. И чтобы мы могли еще угостить маму, папу, когда придут за Настей. Вот. Ну вот, собственно говоря, один пласт, собственно, и готов. Поэтому второй сейчас поставим размораживаться. В общем, то, что мы решили с Настей сегодня приготовить, это полная импровизация. Я даже не знаю, что у нас получится. Я хочу сделать... Сначала думали делать язычки. Я подумала, язычки просто сделать без начинки. Потом решили мы туда добавить джем. Ну и потом, в конце концов, я решила, что можно сделать такие как бы конвертики, как треугольнички. И внутрь положить джем, а сверху присыпать, может быть, сахарком. В общем, будем сейчас пробовать. Я разрезаю вот этот правильный квадрат на 9 частей. И будем делать вот такие вот маленькие конвертики. Джем у меня есть вот такой. Махеев джем. Здесь джем лесные ягоды. Вот такой вот. Будем джем, наверное, по чуть-чуть ложить, чтобы он просто не вытекал. Я надеюсь, он не будет вытекать. Девочки, попробую я сначала сама залепить, получится или нет. Джема буду ложить немножко, для того, чтобы он оттуда не выскочил. Но оно будет достаточно сладеньким, потому что я еще сверху присыплю сахарочком. Миланский сахар есть. Сахар по-милански. Так, ну вот немножко так, да. Я хочу сделать вроде треугольничков. Вот так. И залепить края. Это будут такие слоечки, но они будут как конвертики. Надеюсь, не пораскрываются. Хотя вот что-то они залепляются не очень хорошо. Что-то они... Надо попробовать их просто залеплять по-хорошему. А что если попробовать позалеплять как варенички? Вот так вот, да? Интересно. Может быть, это будет надежней замок? Лишь бы они пропитались только там внутри. Я вот из-за этого вот эти вот замочки не очень бы хотела делать. Вариантов нет. Вот такой получается у нас конвертик. Какой красивый конвертик. Ага. Я беру джима чуть-чуть, где-то по пол чайной ложечки. Это лишь только потому, что, во-первых, я не хочу, чтобы было чересчур сладким. А во-вторых, я боюсь, чтобы оно не повытекало это все. Так что вот так, по чуть-чуть. Ну что, давай пробуй залеплять, Настя. Смотри. Вот так берешь. Вот так вот. Вот. Делаешь такой трюйгольничек и защипляешь края. Защипляй края. Ты защипляй края, вот, а я буду их немножечко делать такими, ну, получше, чтобы закрепилось. Позаворачивай конвертики, треугольнички вот эти сделай. От уголочка к уголочку, ровненько. Нет, нет, смотри, не ровненько. Вот, видишь, ровненько. Этот уголок сюда, этот уголок сюда, потом тут защипляй края. Вот так. Так, ну, а я сделаю такие вот защиты небольшие, чтобы замочки уже позакрывать на наших вот этих, типа вареников получаются, пирожки. Пирожки. Вот так, видишь, от уголочка вот сюда и здесь упрекляешь. Вот эти края совпадали. Видишь, тут не совпадают края. Все бы совпадали края. Давай вот эту пробуй. Складывай конвертик так, чтобы края совпали. Края вот эти все. Видишь, один край к другому. Чтобы они тут совпали. Потом уже прищипляют. Попробую некоторые не делать вот этого вареника, просто сделать так. Может быть, не повылазит это тесно. Так, я просто проверяю за Настей. Там, где у нас плохо защипляется, там уже я буду как бы делать так. Вот такие контрольки, контрольки. Складывай вот этот уголочек сюда, на этот уголочек и смотри, чтобы края все совпали. Вот так вот надо, ровненько. Вот. Защипляй краешки. Уже лучше получается, да? Что? У тебя уже защиплять лучше получается, уже ровнее, да? Ну вот. Давай еще вот этот вот. Попробуй. Ну, уголочек к уголочку. Помогу тебе немножко. Все. Все, вареники готовы. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вообще-то и девять. Так, положим сейчас на досточку, на противень положим. Пока у нас размораживается второе тесто, я достала еще один джем. У меня есть этот лимонный джем. Ну, я сделаю несколько штучек, просто на пробу. Я хочу сравнить, с каким джемом получается слойки вкуснее. Ну, чтобы на будущее знать, в следующий раз, может быть, я предпочту какой-нибудь один джем. Но я не весь этот пластик буду делать, не весь этот пласт, хотела сказать, буду делать с джемом. То есть, я сделаю некоторые просто, ну, как язычки, с сахаром, без начинки. Вот девять штук у нас с первого пласта получилось. Духовку я поставила уже на разогрев, на 200 градусов. Надо разогрелось, чтобы она как следует. Выпекать будем 15-20 минут. Ну, как не подрумяниться, как подрумяниться будем вынимать. Чем там моя помощница занимается? Рисуешь пока? Ну, давай пока рисую. Сейчас растает у нас, вернее, разморозится вот этот пласт второй. И мы с тобой уже завершение сделаем вместе. И поставим выпекать. В общем, 4 конвертика я решила сделать вот именно с таким вареницем, с джемом лимонным, потому что я не знаю, понравится, не понравится, как он будет. Что-то я его многовато положила. Аж вылазит. Ой-ой-ой-ой. Это плохо. Надо лишнее отобрать, по-моему. Что-то я разошлась. Прошлась. Мам, я с бабушкой закончила. Хорошо, сейчас. Сейчас я вот эти 4 штуки слеплю уже, и потом мы с тобой продолжим другое делать. Девочки, а вот из этих кусочков я все-таки решила попробовать сделать, вот как я и думала. Ну, такие, как, не знаю, печеньки, или это как язычки маленькие такие будут. То есть просто слойка, слоеночка. Духовка уже прогрелась, уже потрескивает. Вот. И это мы просто посыпем сахарочком. Такие вот маленькие язычки сделаем. Вот такие. Сейчас я их разложу на противень, на вторую. Настя, я тебе показываю, как надо кисточкой вот это смазывать. Вот так вот. Раз-раз-раз-раз. Вот, и следующая. Так, давай подержу, ты кисточкой поработаешь. Давай, смазывай. Все, потыкала, потыкала, следующую давай. Можешь, в принципе, пальчиком придержать, если она уезжает куда-то язычок. Вот с краешком можешь пальчиком придержать и мазать, намазывай прям, намазывай. Так, следующий. Придерживай пальчиком. А то они, видишь, катаются в бумаге. Подстелила, девочки, я пергаментную бумагу, потому что я не знаю, вдруг она там прилипнет или что. Девочки, вот такой сахар есть с пряностями по-милански. Этот сахар я забрала у дочки, так как она вечно на диете сахар ей не нужен. Ну и тут пишут, что его можно посыпать печенье, там, можно в кофе добавлять. Ну, в общем, какие-то тут есть такие вкусные пряности. Ну, я сделаю, наверное, часть печенек, вот посыпем мы таким сахаром, а часть посыпем обычным сахаром. Девочки, мы понюхали, сахар пахнет пряниками. Вот. Вот так вот берешь щепоточку и прям вот так вот сыпешь, вот так вот сверху. Вот так, поняла? Вот, и вот целый ряд вот этот посыпь. А я пока вот эти смажу. Мы один рядочек сделаем с тобой с таким сахаром, а другой рядочек сделаем с обычным. И сверим, какой нам больше понравится сахар. Это у нас с тобой экспериментик. Ой, Настя у нас кулинар. Да? Вот научишься вот так вот помогать маме будешь. Мама будет что-то делать. Ты скажешь, мама, я это уже делала. Я скажу, помогать буду. Не, ручкой не надо, Настя. Просто посыпай вот и все. И краешки посыпай. Если оно высыпется на бумагу лишнее, ничего страшного. Мы потом бумагу эту выбрались. Пускай все краешки у нас будут тоже там посыпаны. Ничем не помощница, да? Прямо помощница и все. Все. Я все смазала вроде бы тут. Честно говоря, когда затевала вот эту вот затею, затевала затею, сама не знала, что я, в общем-то, затеваю и каков будет результат. Я до сих пор еще толком не знаю, каков будет результат. Но будем надеяться, что результат нам понравится. Очень, даже эти, эти. В любом случае, продукты все съедобные. Итак, девочки, у нас здесь я посыпала сахаром по-милански, а язычки справа белым сахаром посыпали обычным, а здесь сахаром по-милански обычным. Ну, это как язычки, типа такого будет. Ну и все, духовочка наша прогрелась. Я отправляю на 15-20 минут, наверное, минут 15 хватит, противень и нашу в духовку. Все, девочки, у меня на двух ярусах выпекается. Сверху у меня, ну, будем называть, пирожки, слоенки. А внизу я поставила язычки. Ну, буду поглядывать. Я не знаю, какой это слой, может быть, верхний или нижний ярус быстрее испечется. Эта же печка не супер-пуперская, такая обыкновенная мечта. Ну, все, девочки, 20 минут прошло. Я достала, приподнялись, подрумянились. Язычки тоже, они сначала приподнялись, потом я их достала, они немножко опустились. Но я думаю, что они готовы. Это то, что у нас по-милански с сахаром посыпано, а те у нас с сахаром обычно посыпано. Но теперь подождем, чтобы это все остыло и сядем пить чай и пробовать будем. Так, девочки, терпения не хватает, хочется переложить. Вот эти вот у меня крайние четыре штучки, они у меня здесь с вареньем желтые. Их хочу положить отдельно, чтобы мы их не перепутали, чтобы мы могли их попробовать. Нет, чтобы дождаться, пока остынет. Нет же, нет, терпения нет никакого. Так. Надо же помочиться, как же без мячей нет. Так. Но от бумаги все очень легко отходит, хочу вам сказать. Потому что бумагу, может быть, потому что я посыпала мукой чуть-чуть. Так. Четыре штучки, это которые с желтым вареньем, с лимоном. Ну и сюда я положу еще язычки. На эту же тарелочку. Боже мяточки. Ну все, подостыли наши вкусняшки. Все я разложила по тарелочкам, налила чаек. Сейчас сядем пить, девочки. Ну что, берешь уже, пробуешь. Вкусно? Угу. Это ты взяла язычок, который у нас с белым сахаром, да? Угу. Грустит? Очень вкусно. Так, сейчас я тоже хочу попробовать. Пахнет пряником, наверное, да? Пряником у нас пахнут вот эти коричневые язычки. Коричневые? Вот эти коричневые, да. Это же мы тем сахаром миланским посыпали. А ты кушаешь то, что мы посыпали белым сахаром. Сейчас я вот эту попробую. Ммм. Кстати, очень прикольный вкус, девочки. Вкусненько, сладенько. Но язычки не очень хрустящие. Может быть, я их не задержала немножко в духовке. Так, половина хрустят, половина не хрустят. Давай пробуй. Сейчас. Я разложу. И сравнишь. Какой сахар лучше? Тот белый или который коричневый? Какой вкуснее сахар? Вот этот. Вот этот вкуснее? С пряностями. Мне с пряностями тоже понравился. Мне вот интересно попробовать вот такую. Ну, там уже изо рта пахнет. Там внутри джим, наверное, еще горячий. Сейчас еще чуть-чуть подождем, пока чаек попьем. В общем, я тоже попробовала язычок второй. Девочки, хочу вам сказать, с миланским сахаром все-таки вкуснее. Да, вот эти вкуснее. Язычки вот эти коричневые. Да, вкуснее. Тут у нас один пирожок или два. Чуть-чуть вытекли. А вот это вот вкусно. Это чуть-чуть вкусно? Это вообще вкусно? Ну да, это просто обычный сахар. Ничего интересного. А вот здесь вот интересный вкус. Вот такой вот. Вот такой вот. Да. Мне что-то очень прям хочется попробовать вот такой вот с начинкой. Попробуем. Вкусно? Да. И, кстати, вот эти пирожки я все-таки взяла и все посыпала сахаром по-милански. И вот как раз-таки этот сахар придает очень такой интересный вкус. Да, Настя? Горячо? Нет, ну так чуть-чуть. Ну, не горячее, не сильно уже. Жуем за обе щеки, девочки. Так, Настя у нас теперь кушает пирожок с начинкой, с красной, да, с ягодами. Добралась ты уже до варенья, до джема этого. Вкусно? Вот, смотрите, до джема убралась. Все уже не ела. Никогда джем не ела. Джем? Ну, это как варенье, только густое. Вкусные получились? Угу. Сама пекла, да, скажи, сама делала. Вот маму с папой угостишь, скажешь, вот мы делали с бабушкой, и я помогала. Так, ну, а я хочу теперь добраться вот до вот этой вот лимонной начинки. Вот здесь у нас пирожки с лимонной начинкой. Попробовать хочу эти. Какой джем вкуснее, мне интересно знать. Какой вкуснее? Ну, это тоже такой интересный вкус. Лимон там со шкоркой сделали из него джем. Ну, такой прикольненький, вкусненький вкус. Своеобразный. В общем, и тот, и тот джем вкусный. Самое главное, что мы посыпали правильным сахаром сверху. Не знаю, где дочка этот сахар покупала, но я у нее забрала его. Это для выпечки. Она его брала, наверное, для кофе. Ну, все, девочки, мы с Настей половину съели, половину в кулечек, и маме с папой отнесем. Мама с папой уже скоро подойдут, заберут Настю. Ну, вот и все, девочки, Настю забрали. Настя отправилась домой спать. В общем, вот такое небольшое видео мы сняли. В общем, как пришли с садика и начали заниматься этим тестом. И не заметили, как время пробежало очень быстро. И вот пришли родители, ее забрали. Я не знаю, сколько времени прошло. Мы с ней пришли начало седьмого, может быть, пол седьмого, да? И начали вот это пока разморозили, пока туда-сюда. И вот еще девяти не было, уже ее забрали. А, в общем-то, время быстро пробежало. Мы только успели чай попить. И, в общем, все остальное я собрала и отдала им. Пускай теперь чай пьют еще там. Пробуют, в общем-то, шедевр своей дочки, моей внучки. Потихонечку так вот и научатся готовить. Ну, все, девочки. Вот такое коротенькое видео получилось. Ну, что получилось, то получилось. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Настя старалась обязательно. Она хотела вам сказать, чтобы вы лайки ставили. Но она хотела это сказать в начале видео. А я ей сказала, нужно это говорить в конце видео. И, в общем, она не успела ничего сказать, как ее забрали домой. Вот, так что я за Настю говорю, ставьте Насте лайки. Кто не подписан, подпишитесь на наш канал, на мой канал. Ну, в общем, до новых встреч, девочки. Спокойной ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok